Здравствуйте! С вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Желни. Субтитры создавал DimaTorzok Новый год я решил встретить в Китайской Народной Республике в городе Хэйхэ. Это вызвало тем, что правительство Российской Федерации и Китайской Народной Республики заключили очень много интересных и дружественных соглашений. Всем здравствуйте и привет! Я ваш друг Леша. Позволяю русских друзьям с Новым годом! Позволяю русских друзьям с Новым годом! Позволяю русских друзьям с Новым годом! Кстати, хотел бы сказать, что город Хэйхэ является побратимом столицы Якутии. Назначенный день машина турагентства отвезла нас на железнодорожный вокзал Нижнего Бестяха. Кстати говоря, очень красивый, новый и замечательный. И наше путешествие началось. Если говорить, как идет поезд, то поезд идет с Нижнего Бестяха до станции Тында, потом его перецепляют и отправляют в Благовещение. Поездка достаточно долгая, практически двое суток. Но нам на станции Тында не повезло. Мы без определенных причин простояли там пять часов. Так что в зимнее время туристу надо всегда учитывать, что график вашей поездки может быть всегда сдвинут по погодным условиям. В итоге мы попали в город Благовещенск, где нас встречал уже представитель нашего турагентства. Вообще Благовещенск это небольшой город, достаточно благоустроенный, красивый. И основным пропускным пунктом пограничным, где находится таможня, является речной вокзал Амурасо. И практически все туристы там и встречаются. Теперь к этому речному вокзалу Амурасо. Здесь произошло очень, даже так скажем, неприятное новогоднее происшествие. Прямо с места событий Олег Желнин. Оказывается, желающих посетить в Новый год Китай очень много. Их было все больше и больше. Начались конфликты. Есть измельки, он находится на берегу Мурмана. Их ходит в Мурман, он надевеляет, спрашивает, какая автомобилька пойдет. Капитан говорит, возьму 12 человек или 16. Диспетчер дает команду. Вопрос в билетах. Билеты только турфирмы забирают. А мы не можем... Есть вопрос в том, кто встал. Вопрос именно того, что люди турфирмы... Смотрите, подожди. Вопрос вам задали. А мы там совсем другой. Вы спрашиваете про автобус. Про автобусы вам хочется. Я про автобус сейчас. Я вам говорю про то, что билеты только турфирмы вам отдают. Это не правительство. Форт обещал. Какой форт обещал? Сказали, что угу помогут. А не голод был. Ребята, по мере того, как будет работать российские автобусы и по мере того, как будут работать китайцы с нами. Пока они не вывезут своих, они с нашими гражданами работать не будут. Но имейте в виду, что когда вы уедете туда до 6, 7, 8, по тысяче человек будет туда-обратно с одной нашей губой. Все. Вы сами должны принимать решение. Ну, на сегодняшний день мы находимся здесь уже в очереди вторые сутки. Это связано с тем, что воздушное судно, которое переводит пассажиров, сломалось. И, естественно, очередь очень большая. А как вы понимаете, это 30 декабря. Соответственно, вчера было 29. Желающий на Новый год попасть в Китай достаточно много. По различным причинам. Проблема состоит в том, что в ноябре этого года практически такая же была ситуация. Тогда тоже пумы сломались, следостав. В итоге была критическая ситуация с той и с этой стороны накопления туристов. Кто возвращается, кто наоборот туда посещает. Не могли перевести туристов на ту сторону. При этом рядом находится мост. Автомобильный мост через реку Амур в данной ситуации мы, к сожалению, задействовать не можем, поскольку пункт пропуска функционирует по временной схеме в части грузовой составляющей. И условий для работы с пассажирами сегодня на нем нет. Тогда нашли выход из положения и в конце концов ходили автобусы через этот мост, проходя таможню здесь. Пассажиры садились в автобусы и переходили границу. Тогда же властями Амурской области было заявлено, что в середине декабря здесь будет построена паромная переправа, и автобусы будут ходить по Амуру, и пассажиры будут переправляться без проблем на ту сторону. Обустройство понтонного моста в районе смешанного пункта пропуска в целях перевозки пассажиров. В настоящее время работа по обустройству понтонного моста ведется, этот вопрос тоже держим на контроле. И сегодня, 30 декабря, мы пытаемся перейти границу, купив билеты на одну оставшуюся пункту, потому что остальные сломались. И здесь вопрос, перейдем мы границу, не перейдем, надежда есть. Людей предупредили, некоторые приезжали в ноябре, уехали в надежде, что будет понтонный мост, будет налажена переправа. Соответственно, возмущение людей, когда им говорят, вы зачем еще приехали, езжайте, мы ничего сделать не можем, обратно. Ну, возмущение понятно. Поэтому я обратился к уполномоченному по правам человека Якутии Сарданной Михайловной Гурилой. 30 декабря поступил такой очень важный, также срочный сигнал, который требует незамедлительного решения. Вначале это касалось о правах 20 туристов, которые выехали из республики город Благовещенск, Амурской области, для того, чтобы встретить Новый год в Китайской народной республике, в городе Хайхэ. Затем это количество уже выросло до 120. Как поступил звонок на горячую линию, мы незамедлительно обратились в постоянное представительство республики Сахай-Якутия в Дальневосточном федеральном округе. Руководителем является Борисов Ким Александрович. И Ким Александрович, получив сигнал от правозащитного органа, также незамедлительно обратился в правительство Амурской области. То есть мы вступили сразу в обратную связь. Была информация о том, что правительство Амурской области также оперативно будет собираться для решения вопроса. В связи с тем, что создался, по сути дела, коллапс. И наши якутские туристы из города Благовещенска никак не могли на тот момент, на 30 декабря, не имели возможности выехать в город Хайхэ. И в этой связи, конечно, за эти два дня, 30 и 31 декабря 2023 года, были проработаны со стороны постоянного представительства и правительства республики Сахай-Якутия, правительства Амурской области, разные варианты решения вопроса. Это с точки зрения перевозки, своевременной перевозки наших якутских туристов. И надо сказать, что очень было приятно, когда 31 декабря, затем уже и последующие праздничные дни, мы разделяли радость наших туристов по поводу их благополучного посещения города Хайхэ. И очень немаловажно обратно такого же благополучного возвращения, потому что в предыдущем месяце тоже были определенные проблемы, которые касались транспортных перевозок. Вот благодаря тому, что в республике Сахай-Якутия принят указ главы республики Сахай-Якутия, который обязывает все органы власти, нас всех, незамедлительно реагировать на сообщения в социальных сетях и других мессенджерах. И работать на результат удалось действительно в минимальные сроки обеспечить эффективность защиты прав наших якутских туристов. В этой связи от нашего правозащитного органа мы благодарим постоянно представительство республики Сахай-Якутия, в дальневосточном округе. И, безусловно, это правительство республики Сахай-Якутия, правительство Амурской области и вообще институты гражданского общества, нашего коллегу, очень опытного журналиста, члена Союза журналистов России, Олега Леонидовича Желнина, за своевременный сигнал. И думаю, что та задача, которая поставлена президентом Российской Федерации, объединяться вокруг проблем и оперативно решать, это во многом удается благодаря слаженной дружной работе. 31 декабря, когда мы приехали утром, мы увидели чудо. И нам рассказали, что китайская сторона согласилась помочь российской стороне и вывести практически всех туристов. И поэтому я могу только сказать спасибо за организацию взаимодействия, очень быструю, слаженную, благодаря уполномоченному по правам человека, которая дала сигнал. Огромное спасибо за организацию понтонного моста, по которому, когда мы уже возвращались, шли автобусы, справляясь с этим потоком туристов. Он достаточно большой. Благодаря слаженной работе правительства Амурской области и республики Сахай-Якутия и уполномоченному по правам человека Якутии. Мы отпраздновали Новый год в Хе-Хе. Спасибо им от лица нашей компании и от всех туристов, которые исполнили свою мечту и отпраздновали Новый год в Хе-Хе. Россия и Стали! Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»